теперь раскрутка раскрутка это просто лям лям тополям типа хип-хоп типа регги но я еще не понимаю крутизна так ведь крендель пишущий для торча он по сути работает только во время дискотеки какого ляда пин дочь на нем зарабатывает а еще работы с крупнейшим видео хостингом не знаю как вам а мне приятно отдавать долги людей таких как я немного но зато есть повод чем гордиться кстати для желающих заработать на телевидении надо учитывать что вам к примеру как и мне по мелочам естественно но рвя на себе рубашку порядочности задолжали и друзья детства и чудаки бизнесмены совокупно и за 15 лет сумму которую хватило бы на однокомнатную квартиру в москве так что завистливые мои поклонники завидовать то нечему а те кто желают жить безбедно учитесь на физиков ядерщиков и биохимиков и даже не зная английский работу в сытой америке канаде абстралии и новой зеландии найдете легко металлурги в любых ипостасях и учителя и наши медики уже сори никому не нужны к сожалению уже россии не нужны а магнитогорску в особенности люди честные чистой душой и сердцем хотя нужны они вот только делают они свою нужную работу на своим потому что энтузиазм и патриотизм у нас не в цене взять пример вот такую нужную работу по воспитанию молодежи то что я увидел своими глазами в этом лагере под открытым небом меня вернула на 30 лет назад тогда слово родина произносилось чаще чем мама тогда рвались не в москву а на периферию тогда служить ссср было честью и смыслом жизни тогда милиционер и фельдшер населен которым паслись стада ухоженных коров был оплотом стабильности закона и здоровья тогда в пионерских лагерях было находиться интересней чем тыкать стилусом в гаджеты тогда в космос или за зеркали можно было отправиться просто закрыв глаза слушая как друзья читают интересную книгу нам сегодня интереснее что ли рапорта смотреть обрядятине о лесных пожарах и медицинской авиации или видеть как из разгильдяев и беспризорников вырастают и делается нормальная молодежь которая наконец-таки четко видит смысл жизни лично для себя выбираю последнее а вы решайте сами вот такие люди и откопали изюминку агаповского района ныне уже разрушенный пионерский лагерь вместе живописнейшим и здесь в палатках и под зорким оком оренбургского казачества и партии единая россия дети забывают о мордобое хамстве и хулиганстве здесь учатся военным навыкам искусство выживать готовить работать и прежде всего головой и даже побывав здесь сейчас забываешь о сотовой связи компьютерах и кредитах и это взрослый человек а что ребенок реальный инструктаж водные сектора обстрела основные запасные огневые позиции сигналы к атаке отступлению и все это в живую и надо понимать главное правило войны не убить а нейтрализовать и заставить отступить либо сдаться потому как даже на войне человеческая жизнь это уникальное чудо господи берегу из навыков которые пригодятся в жизни обычно это умение работать руками и любить природу и это сплавы и конные походы и борьба и фехтование и сквалолазание плавание и и как можно все это уложить две недели непонятно но вы же знаете детей им всегда надо больше трудные подростки слава такое странное по трудные люди родители которые просто себя ответственно снимают оказывается они совсем не трудно не одаренные но у нас уже давно такие на эту тему шутки ходят мы когда-то нас заставляли педагогов писать всякие журналы наблюдение за трудными подростками а нам всегда было непонятно для нас они не трудные они для нас ну дети которые бывает попали в трудную ситуацию а взрослые как-то не не рвутся их проблемы помочь решить им часто их проблемы не надо решать им надо подсказать и помочь но у нас это как-то не всегда принято мы заняты своими взрослыми делами поэтому если мы с детьми работаем для нас они постепенно не становятся трудными приходят ершисты и приходят всякие потом когда коллектив становится вдруг выясняется что все это нормальные ребята но жизнь к ним не всегда была повернута лицом в силу различных обстоятельств поэтому вот взрослые придумали этот термин трудные подростки как часто ужасаемся мы от мысли какое поколение придет к нам на смену и что делать безысходностью и проблема то по сути в нас мы обленились вместе с мизерной но стабильной зарплатой мы и жить то по сути включаем мозги не хотим но вот они то хотят а нам делиться советом и жизненным опытом надо с детьми невозможно они нас перегонят потому что мудрее станут а энергии у них нам придется подзанять чтобы запустить и свой разум и жизненные часы